9 ноября в Плюнёвской поселковой библиотеке состоялась очередная литературно-интеллектуальная игра «Суждение». Классику российской литературы – произведение, знакомое каждому со школьных лет. Роман Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети» предстояло разобрать, обсудить и сделать выводы трем поколениям игроков литературно-интеллектуальной игры «Суждение». Для нашего канала эта игра стала особенной, волнительной по причине участия в ней и юнкоров программы «Переменка». Ребята с успехом выдержали свой дебют, хотя играть пришлось с очень сильным составом. Представители среднего и старшего поколения игроков – люди умные, думающие, умеющие говорить и отстаивать свою точку зрения. Для меня Базаров – это представитель воинствующего хамства, которого очень много сейчас в нашей жизни. Понятно, что я оцениваю свою позицию, человек, который живёт сейчас. И вот эта любовь к себе, эгоцентризм, уверенность абсолютная в том, что он прав, а все остальные поэтому не правы, она заводит в наше общество очень такие, скажем, неприятные вещи. Но при этом я прекрасно понимаю, что молодое поколение, молодёжь, вообще молодой человек должен быть немножко бесшабашным, беззалаберным в своё время. Он должен отвергать ценности, даже, так скажем, некие представления о ценностях своих родителей для того, чтобы свою самость в себе воспитать, чтобы стать полноценной личностью. Но при этом абсолютная неблагодарность к предыдущему, к людям, которые тебя вырастили, выкормили, выучили, оно не есть пример для подражания. Галина Борисовна Поршукова – профессор, доктор культурологии, проректор по научной работе Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и истории. Как участница «Игры суждения» постоянным зрителям уже знакома. Очень яркая, харизматичная личность сразу завоевала уважение и интерес к своим рассуждениям. Михаил Николаевич Щукин – ещё один очень почётный гость. Известный писатель, редактор журнала «Сибирские огни» почтил своим вниманием Ленёвскую библиотеку, чем вызвал всеобщий восторг присутствующих. Я на все такие вот мероприятия стараюсь по силе возможности отзываться по той простой причине, что это мне интересно самому. Самому интересно послушать других людей по данной теме, интересно послушать молодёжь. И нигде ничего подобного я не видел, не встречал. Я считаю, что это замечательное начало. И тем более, что это будет потом явлено большему количеству зрителей, слушателей и читателей. Это здорово. И я всячески, от всей души желаю, чтобы это достойное, я считаю, во всех отношениях дело продолжалось и множилось. Сегодня уже невозможно представить жизнь библиотеки без игры суждения. Для участников и зрителей это замечательная возможность перечитать давно забытое или познакомиться с новым произведением, обменяться мнениями об авторской находке, о заложенном глубинном смысле и своём восприятии персонажей. Тема отцов и детей была актуальна во все времена, но у разных поколений совсем разный на неё взгляд. Отрывок из стихотворения Эдуарда Осадова «Неравенство». Да, так уж устроено у людей, хотите ли вы этого, не хотите ли. Но только родители любят своих детей чуть больше, чем дети своих родителей. И всё же не стоит детей корить, ведь им не всегда щебетать на ветках. Когда-то и им, малышей, растить, всё перечувствовать, пережить и побывать стариками и предками. Не пропустите полную версию «Игры суждения» на нашем канале, чтобы составить свою точку зрения. В эфир программа выйдет 21 и 22 ноября в 8 часов вечера. Приятного просмотра.